Сколько она приносит в месяц? 50, 60, 50-60 тысяч долларов. Чем-то не тем я занимаюсь, походу. И мои все товарищи выходят с коробками из Лемон Бразерс, и мы в 2008 году студентами не можем никуда устроить. Отличная перспектива. Офигенные. Всем привет, друзья! С вами Олег Карнаух и проект Smart Business. Мы в холодном и сером Питере, который, несмотря на то, что не радует погодой, радует нас предпринимателями, которые круто делают свое дело и показывают результат. Именно поэтому мы решили запустить новую рубрику, в которой будем ездить в гости к таким ребятам, знакомиться с ними и с их бизнесом, узнавать, что они делают и как они делают для получения результата. Я думаю, это будет интересно, поэтому погнали! И начинаем мы с ребят, которых нельзя назвать простыми предпринимателями, хотя бы по той причине, что они собрали уже больше 35 миллионов долларов, проведя свое ICO. Рядом со мной Дима Голландцев. Привет, Олег. Это человек, который выполняет функцию стратегического директора в компании FineNom или Finom, как правильно? Ну, как тебе больше нравится? Хорошо, пусть будет Finom. Дим, расскажи, как вообще тебя занесло в ICO? Потому что мы давно знакомы, уже лет 5. Мы с Димой периодически играем в футбол. Он, кстати, круто играет в футбол, если что. Вот, как ты попал в ICO? Потому что, насколько я помню, еще пару лет назад все-таки ты не был погружен в эту тему так глубоко, как сейчас. Ну да, совершенно верно. Я просто в этом году действительно начал изучать технологию блокчейн. В этом году. Да, в этом году начал изучать, серьезно. И на спорте погрузился, что попал в компанию, которая... Совершенно верно, да. ...какую еще управил. Начал погружаться в технологию, и у меня, честно сказать, от осознания этой технологии начали волосы на голове шевелиться. То есть о том, как эта технология изменит мир. И поэтому я здесь. Видимо, ты достаточно круто погрузился. Итак, друзья, у нас сегодня по плану посещение майнинговой фермы, которая входит в состав компании FineNom. Дальше мы поедем в офис к ребятам, узнаем, что и как они делают, и как им удалось привлечь больше 35 миллионов долларов в свою компанию. Мы приехали на ферму, пытались снимать во время езды, но не получилось, потому что тряска. Во-первых, поделись своим инвест-портфелем. Я знаю, что ты, прежде чем свое ICO провести, плотно изучал и инвестировал. Какие сейчас результаты у тебя по ICO? Ну, на определенный момент портфель мой показал рост почти три раза. И за какой промежуток времени? Ну, это буквально 2-3 месяца. 2-3 месяца? Да. Чем-то не тем я занимаюсь, походу. Здорово. Здорово. Красота у тебя, Ростан, красота. Твоя стоит? Да. Ну, наша. Решили, пока есть возможность, в тепле ее поставить, так сказать, в отапливый ангар. Так места многовато. Что решили такое большое с ним? Потому что, ну, большой обмен воздуху происходит. Вентиляторами засасывается с улицы. Все, и тепло просто поднимается на мерку, хочешь открытые окна. То есть за счет этого мы сэкономили на вентиляции. Расскажи, как вообще тебя занесло в майнинг? У тебя СТО, насколько я помню. Было, я уже продал. Продал. Что еще было? Служба такси была. Служба такси, да, тоже помню. Тоже продал. Все, все деньги в майнинг. Сколько она приносит в месяц? Ну, примерно, тысяч, наверное, пятьдесят, шестьдесят. Пятьдесят, шестьдесят тысяч долларов. Вот это были наши самые первые карточки. Они работают до сих пор уже. Вот это. Сапфиры 470-ые, Родионы 480-ые. Они на гарантии три года в официальных магазинах. То есть она работает год, мы потом ее сдаем обратно. Они себя уже раза три, наверное, окупили. Кто-то начинал майнить этими картами? Zcash. Когда он только появился на рынке, в этот момент, да, он стоил почти тысячу долларов или даже больше. И с исходящей шел вниз. Вот. И мы начинали майнить Zcash. Когда он уже упал вниз, мы перешли на эфир. Вот эта вся стойка сколько стоит? Здесь примерно 25 устройств. И вот эти стоят по 200 тысяч наверху. Эти маленькие по 130. То есть в среднем 170 умножаем на 20, но где-то 3,5 миллиона получается. Потом пришел пик майнинга. Это был, наверное, месяц июнь-июль. Эфир вырос там почти до 350 долларов. Все ринулись в майнить. Просто видеокарт не было, был огромный спрос. И мы начали закупать в Китае вот такие вот ящики. То есть готовы уже. Это майнеры. Да. По 9 таких вот видеокарт получается. По цене мы их покупали по 3 800-4 тысячи долларов. Ну, чуть-чуть дороже. Это отходилось 200 тысяч. Это, ну, там, 220 на тот момент. Самые крутые, последнее, что нам больше всего нравится, это, наверное, вот эти вот карточки 106-е. Да, вот эти 106-е, которые выпустили. Они, видишь, без видеовходов. Это чисто под майнинг. Это чисто под майнинг. Они гарантии 3 месяца, но соотношение их цены к тому, сколько они выдают. То есть, допустим, она стоит 15 тысяч, а эта карточка стоит 30 тысяч. Но эта карточка выдает всего лишь на 20% меньше, чем вот эта. То есть не на 50, а всего лишь на 20. Да, и при... Хотя даже у них гарантии меньше, они сделаны на том же чипе. Здесь 1070, здесь 1060. Ну, Nvidia более надежный. Мне больше нравится, чем AMD-шные чипы. Ты, когда в майнинг вошел, продал остальные бизнесы? Нет. Ну, в принципе, да, через полгода как вошел в майнинг. Понял, что... Ну, да, зачем это все, если здесь просто можно включить и смотреть в интернете, как денежки капают, так сказать. Да, сейчас уже сложнее, как купить. Желающий купить, криптовалют уже намного больше, чем желающих продать. Вот это чудо-штука, которая генерит монеты. Вот, одна такая штука. Если, например, любитель решит дома просто у себя поставить, за сколько он ее купит? За год окупит? Сейчас, да. А может, это купить за полгода, если там, кто будет майнить, не будет продавать и оставит ее все на кошелечке. То есть я всем советую, кто у меня спрашивает, вы не изживите на то, что майните. Вот, что вы 200 тысяч положили в банке, они у вас лежат, да, вы проценты до конца года получите. Что вы на 200 тысяч купите риф и подождите до конца года? То, что она майнится, еще в ближайшие до 3 года все будет расти. То есть, поэтому нет смысла продавать. Держите, и все, и окупание будет у вас быстрее. Вот так, друзья, мы побывали на майнинговой ферме, которая является частью проекта Феном. И дальше едем в офис. Какой-то большой у вас отдел маркетинга. Много работы, много общения, много клиентов. Там кодеры? Да, здесь у нас, здесь все, что связано с майнингом. Привет, парни. У нас очень низкая, у нас очень низкий burn rate, мало тратим, и поэтому выживали, когда биткоин там стоил и копейки. Тут прям вообще красота. Здесь дизайнеры, здесь еще команды частично маркетинга. Ну что ж, друзья, я вытащил на несколько минут SEO компании Феном, для того, чтобы задать самые важные вопросы, для того, чтобы узнать, как вообще вы вышли на этот уровень, который я считаю достаточно серьезным. Давай чуть в историю окунемся, как все начиналось. Все так быстро двигается. Начинали SEO, получается, может быть, год назад первые такие SEO начались. 2008 год. Всех моих друзей увольняют из банков, инвестбанков. Никуда не устроятся, кроме Bloomberg или Reuters. Я учился, получается, в Лондоне. И мои все товарищи выходят с коробками из Lemon Brothers. И мы в 2008 году студентами не можем никуда устроить. Отличная перспектива. Офигенный, да. Год для graduation. Ты начал писать программу, которая будет торговать лучше, чем человек. Правильно или нет? Да. Написали ее. Оказалось, что вся эта научная шляпа нифига не работает. В каком году ты, получается, познакомился с блокчейном? 2000, наверное, 11 год. Первые такие шаги. Ты узнал про биткоин, сразу прикупил или не стал? Ну, не, прикупил, конечно, да. Потом у меня их украли. О, отлично. Отличный опыт. То есть пару провалов мы уже нащупали, это хорошо. Сделали MVP, то есть рабочий прототип продукта торговли на смартфонах. Тогда еще не было ни в России, ни за рубежом. Сделали первый, начали пытались продавать, но не пошло в Россию. И сейчас это приложение сколько насчитывает пользователей? Сейчас у нас где-то 400 тысяч пользователей. Это больше, чем у любого российского брокера. Это больше, чем на РТС или ММВБ вместе взятых. В основном в США, в Бразилии очень много, в Вьетнам, как ни странно. Как это проще можно назвать? Это агрегатор бирж с простым интерфейсом или как? Ну, ты скайсканером пользовался когда-нибудь? Вот этот скайсканер для криптовалют. Начинаешь, например, ты с нашего приложения Битл покупаешь криптовалюту по кредитке. По кредитке самое простое. Люди не понимают, где я могу купить криптовалюту. Ему начинаешь объяснять, иди на биржу, вайером переводить деньги. Да ему это не надо. Он привык там в онлайне. Так это вообще космос. Куча там на ютубе роликов, как купить криптовалюту, и там 8 шагов надо сделать. Это жесть. Мы поэтому сделали самый простой интерфейс. Одна кнопка – купить. Все, даже продажи нет. Ты покупаешь свою первую криптовалюту, потом начинаешь более-менее знакомиться. Тебе интересно, что кошелек. Вот кошелек можешь использовать наш. Потом всем хочется спекулировать. Все слышали, как вот биткоин растет, падает, большая волатильность. Можно как-то попробовать, может быть, потрейдить. У меня есть как бы биткоин 2, могу к чему-нибудь поспекулировать. У нас есть такое приложение для тебя, такой сервис. Что думаешь о майнинге? Насколько это направление перспективно? Майнинг сейчас не актуален для простых людей, у которых нет доступа к дешевому оборудованию, потому что это самая основная статья расходов и капзатрат. И к дешевому электричеству. Это основная статья переменных затрат. Но для промышленных масштабов? Да, можно входить. Но тоже надо осторожно входить не в тех странах, где это могут экспроприировать у тебя. В России. В России именно. Не надо этим заниматься лучше. Ну что, друзья, я надеюсь, вы уже успели оценить, насколько эта рубрика интересна и полезна. Если вам нравится, ставьте лайк. Если это видео наберет больше тысячи лайков, мы будем постоянно ездить в гости к разным бизнесам, узнавать, что и как они делают. Но мы не придумали до сих пор названий для этой рубрики, поэтому решили провести конкурс. Пишите в комментариях свой вариант названия. И тот, кто предложит наилучший вариант, победитель этого конкурса, получит подарок от проекта Феном. Это 100 токенов Феном. Представьте, если через какое-то время они будут стоить столько же, сколько биткоин или даже больше, это будет весьма внушительная сумма. Поэтому пишите свой вариант названия для нашей рубрики, участвуйте в конкурсе, выигрывайте, а мы продолжаем. Давай чуть подробнее про твой путь от СТО до ICO. Первое, что я начал, когда вообще как-то все получилось, что когда я заканчивал построить своего второго автосервиса, я как раз попал на ноябрь 2014 года, когда произошел падение курса рубля. Я понял, что я очень дешево вошел, потому что закупил все оборудование по старому курсу. Но я понял, что теперь любой вход в физический бизнес, тебе нужны капитальные вложения денег, потом в оборудование, еще что-то, намного вырос. А рентабельность его не увеличилась, потому что как стоила ремонт машины физически, люди зарплату больше получать не стали. И ты начал присматриваться к IT? Нет, я сначала начал присматриваться к экспорту. Я просто вижу, что доллар 70 рублей, надо что-то возить, что платили тебе в евро и в долларах. Открыл список, что вывозим из России, и там нефть, газ, лес, и там на шестом месте были пилеты. Что за пилеты? Кажется, людей по телеку не говорят про пилеты. Топливные гранулы, да, опилки. Все, посмотрел, да, действительно, их там покупают в Европе по 8 тысяч, а в России можно скупать по 3 тысячи. То есть там маржа была колоссальная, там первый полгода-год, пока на остальные не прочухали, вот, если это не ушли. Вот, и где-то начали возить эти пилеты. Вот, постепенно начали в Данию на электростанции. Ну, мы не напрямую экспортируем, у нас был заказчик русский, крупный трейдер, просто мы его на склад свозили все это дело. Он нам продавал, покупал на 90 евро, а сам продавал за 100 евро туда. Вот у него маржа была. Ну, так у него был большой объем, у него это было достаточно. Экспорт потихонечку утих, начали другие проекты рассматривать. Сначала такие простые, где там покупали, строили дома, продавали дома. Но это все было как-то так вот локально, постоянно нужно там следить, делать. Вот, и потом я разместил объявление на инвестклабе, что вкладываемся в инвестиции и так далее. Интересуют масштабные проекты на весь мир, вроде там IT-игры и так далее. А потом вот написал Сергей, из Минска, адекватную сумму, просто говорит, там, 600 тысяч долларов попробовать на рекламу. Из игры мы сами написали, я забрал на Google аккаунт этой игры, на себя переписал. Ну, то есть, просто забирал игру себе. Через почти 3 или 4 месяца наша игра набрала почти миллион установок, заработала... Ого, что за игра? Да, его выживатор такой. Какая-то простая? Нет, в том числе, что игра сложная. Вот простая игра, там очень... Он за 600 долларов тебе ее отдал? Да. Но у него не был другой выход. Он мог стать одной из тех игр, которые выходят на рынки тысячи, которые ты просто написал ее, выпустил, и все, и она потерялась. Без должной рекламы, без какой-то поддержки, очень сложно чуть-чуть выстрянуть. А так как там в выживаторах очень, так сказать, пока рынок не насыщен был на тот момент, год там назад, и там любая игра воспринималась в аудиторию как бы нормально, если чуть-чуть ее подтолкнуть. Для этого нужно было просто пару обзоров на ВКонтакте заказать за 600 долларов. Это было достаточно, чтобы люди начали ее скачивать и набирать обороты. Причем у нас тысячу долларов... О, миллион установок был со всего мира, еще миллион был с Китая, но он был никак не монетизирован. Мы только сейчас пытаемся выйти на китайский рынок, потому что там вот им очень нравится, не знаю, правда, чем. А там игру вы за счет рекламы, да? Да, мы делали за счет рекламы, но потом мы поняли, что это будет в никуда, ну, когда делать игру за счет рекламы, да? То есть очень много таких людей, которые делают кучу поддельных игр, берут игру, накачивают ее этими скачками, все, человек ее скачивает, видит рекламу, смотрит, что игра ни о чем и удаляет все. Ну, в этом, в принципе, их заработок основной. Гол. Да, видишь, пока рассказывал, отвлекся немножко. А в Феномен-то как вошел? Ты тоже как инвестор вошел? Нет, мы объединились, да, все вместе, то есть у нас было три крупных проекта, это вот Пул, мои фермы и приложение Тап Трейдер. Вот, каждый был как бы, ну, в своем чем-то силен. То есть я, допустим, буду отвечать Феномену, когда за постройку также и майнинг-центров. Ребята будут отвечать за программисты, за разработку новых программных продуктов, Кирилл за мобильное предложение. То есть у каждого будет своя, ну, как бы, зона ответственности, вот, и где мы будем только друг друга дополнять. На этом все, друзья. Сегодня вы узнали, что для успешного ICO самое главное – это крутой продукт. Если он у вас действительно есть, тогда однозначно пробуйте, и я желаю вам успехов. На этом мы заканчиваем. Ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. И до новых встреч. Всего вам наилучшего. С вами был Олег Карнаух и проект Smart Business. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok